Дмитрий Золов, корми меня. Дмитрий Золов, корми меня. Дмитрий Золов, корми меня. Вероника давно решила, что судьба против нее. Иногда казалось, что и проживать эту жизнь до конца не стоит. Но Вероника не была самоубийцей какой-нибудь. Она твердо знала, что доживет потихоньку, пусть и без надежды на лучшее. Она работала продавцом в магазине хозяйственных товаров, получала кое-какие деньги, собирала волосы в косу и рано ложилась спать. В четырехкомнатной коммуналке, кроме Вероники, жили престарелая учительница физики Ангелина Петровна и маленький пьющий мужичок Альфонса. Физичка была женщиной тихой, рассудительной. Всякое лето она уезжала путешествовать, а потом отмечала на висевшей в коридоре карте города, в которых побывала. Если бы не ее привычка курить в ванной и аллергия, мешавшая завести кота, Вероника ничего не имела бы против такого соседства. Другое дело Альфонса. Тот клянчил деньги, а выпив, настойчиво предлагал свою задрипанную любовь. Альфонсо утверждал, что по вероисповеданию он католик, что его дед воевал в Испании и назвал внука в память о товарище, погибшем от франкистской пули. «Ты знаешь, у меня ведь и полное имя есть», — томным полушепотом сказал как-то раз Альфонсо, пытаясь приобнять Веронику. «Послушай, как звучит. Альфонсо, Педро, Энрике, Мария и Тодос, Сантос. Красиво? Только ты не рассказывай никому, а то мужики будут меня Педрилой называть и Хулио Иглессиасом. Это наш с тобой секрет, синьорита». В ответ на оказанное доверие Вероника стукнула по ручонке, заползшей ей на бедро. «В этой квартире определенно нельзя жить в спокойствии». Вероника просыпалась чуть свет, принимала ванну, запиралась в комнате на два оборота и начинала расчесывать волосы. Когда-то бабушка говорила, что за гребень надо по десяти раз на дню браться. «Но разве так успеешь?» Только утром времени хватало, чтобы расчесаться, как положено. Еще бабушка говорила, «Вероничка, не стриги волосы. С ними счастье прирастает». А насчет счастья кому как ни бабке верить? У нее все было. И муж, и дом, и дети, и коса. Чуть ли не до щиколоток. Она понимала толк в счастье. И Вероника не стригла волос. Все подружки с модными каре давно повыскакивали замуж с разной степенью успеха. А она все растила и расчесывала свое счастье. Да, видать, не доросло еще. Только до пояса едва дотянулось. А ниже никак. «У женщины счастье сверху вниз растет», — говорила бабушка. «Сперва головой полюбишь, потом сердцем, животом. И так пойдет до самых пяток». Вероника ничего по этому поводу сказать не могла. Около восьми утра в коридоре раздавалось покашливание Ангелины Петровны. Физичка направлялась в ванную подымить. Пока не начал шебуршиться Альфонсо, Вероника одевалась и шла на работу, не забывая прихватить что-нибудь сисное для рыжего дворового кота. Кот каждое утро ждал ее возле подъезда. Глядя, как зверек поедает угощение, Вероника думала, что будь у нее отдельная квартира, она забрала бы кота к себе жить. Домой Вероника возвращалась к вечеру. Всякий раз, останавливаясь в поисках ключей перед измазанной красно-коричневой краской дверью коммуналки, она думала, что не хочет туда. Но больше жить ей было негде. Все началось в конце сентября, когда паутина летит и школьники подбирают опавшие листья. Вероника, как обычно, проснулась до рассвета и направилась в ванную комнату. Первым делом ей пришлось взяться за губку, так как Альфонсо со вчерашнего вечера не потрудился отмыть за собой ванну. Пахло табаком. Не иначе Ангелина Петровна курила ночью. Вероника разбрызгала освежитель и включила воду. Приняв ванну, она пошла к себе в комнату, но тут услышала шорохи и скрежет. Кто-то ковырялся в замке входной двери. Наверное, пьяный Альфонсо никак не мог попасть ключом в скважину. Нет. Альфонсо был дома. Его ботинки стояли в прихожей. Неужели взломщики? 29 лет Вероника прожила тихо, без приключений. У нее ничего не крали, хулиганы не приставали на улицы и полицейские не спрашивали документы. Она понятия не имела, что делать, если кто-то пытается взломать дверь. Может разбудить соседей? Или вызвать полицию? Вероника подумала, что это было бы глупо. Разве можно устраивать переполох, не разобравшись? Она осторожно подошла к двери. Шорохи прекратились. Вероника посмотрела в глазок, но ничего не увидела. Точно это взломщики. Они специально залепили глазок. Вероника затаила дыхание. За дверью было тихо. Вероника выждала целую минуту и решила, что воры должно быть не смогли справиться с замком и ушли. Она приоткрыла дверь, чтобы удостовериться в этом и чуть не завизжала от испуга. Перед ней стоял незнакомый мужчина с сумкой. «Вы кто?» спросила Вероника почему-то шепотом. Мужчина в ответ пробормотал что-то невнятно. Видимо, появление Вероники также оказалось для него неожиданностью. «Я полицию вызову», пригрозила Вероника. «Говорите сейчас же, что вы здесь делаете». «Дверь открываю», промямлил мужчина. «Ключ заедает почему-то. Я новый жилец из третьей комнаты». Вроде бы все сходилось. Третья комната действительно пустовала вот уже который год. Веронике стало неловко за учененный допрос. Теперь новый сосед чего доброго будет считать ее истеричкой. И почему в самом деле ей пришло в голову, что этот мужчина взломщик? Разве он похож на взломщика? Обычный, нескладный мужичишка. Плешивый, руки-ноги длинные, тонкие. Но пузико имеется. Мелкие глазки смотрят из-за толстых стекол очков. Нет, таких взломщиков не бывает. «Проходите», пригласила Вероника. «Ваша дверь последняя направо по коридору, рядом с санузлом. И постарайтесь не шуметь, все еще спят. А чтобы ключ не заедал, надо дверь немного вправо и вверх толкать». Мужчина бочком прошел в прихожую, поставил сумку, после чего поднял левую ногу, так что ступня оказалась на уровне пояса, и принялся снимать ботинок. «Вы бы присели», указала на табурет Вероника. «Нет-нет, спасибо, мне так удобно». Мужчина ловко разулся, постояв сперва на одной ноге, потом на другой, и вдруг сказал «Арсений Архипович». «Что?» не поняла Вероника. «Арсений Архипович», повторил мужчина, «так меня зовут». Вероника представилась в свою очередь. «Подходящее имя», кивнул Арсений Архипович. «Подходящее для чего, простите?» «Ну, волосы Вероники, созвездия. У вас красивые волосы, тяжелые, несухие. Рыжие волосы, самые крепкие». Арсений Архипович широко улыбнулся. Вероника с брезгливостью посмотрела на его крупные, кривые зубы, отметила нездоровый цвет лица и решила, что новый жилец, конечно, с придурью. Да и к бутылке наверняка любит приложиться. «Хорошая компания для Альфонса». Проигнорировав комплимент, Вероника удалилась в свою комнату и подумала, что надо было бы у этого Арсения Архиповича спросить документы. Впрочем, чего уж теперь. Она заперла дверь, села перед зеркалом и взялась за гребень. Костяные зубья легко делили длинные пряди. Да, у нее хорошие волосы. Многие позавидовали бы таким волосам. Волосы Вероники. Разумеется, она слышала про это созвездие. Мелкие звезды, которые и не разглядишь толком. Вероника собрала с гребня выпавшие волосы, скатала их в шарик и бросила на трильяж. Впервые в жизни она подумала, а не остричься ли сегодня под коре? И волосы продать. Ведь покупают же их на парики для лысых теток. Она видела такие объявления. Деньги можно отложить на квартиру. Прервав ритуал расчесывания на середине, Вероника бросила гребень и лукаво подмигнула себе в зеркале. Вопреки ожиданиям, новый сосед не доставлял хлопот. Вероника и не видела его ни разу после первой встречи. Примерно через неделю она столкнулась на кухне с Ангелиной Петровной. «Этот Арсений Архипович очень странный тип», сказала физичка. «Хорошо, конечно, что он не выпивает. Альфонсо тысячу раз предлагал обмыть новоселье, но тот ни в какую. Это, конечно, хорошо. Но право, мне кажется, лучше бы он выпивал». «Лучше, чем что?» спросила Вероника. «Лучше, чем все эти странности». Пункт первый. У него совершенно нет мебели. Непонятно, на чем он спит и куда вешает одежду. Второй пункт. Я ни разу не видела, чтобы он что-то готовил на кухне. Пункт третий. Он никогда не выходит из дома. Он даже из комнаты редко выходит. А если и выходит, то только для того, чтобы ползать по коридору. То есть как ползать? На четвереньках. Он елозит по полу, будто бы что-то ищет. И чаще всего возле твоей комнаты. Имей это в виду, если вдруг вздумаешь резко открыть дверь. Что же он ищет? Откуда мне знать? И что нам теперь делать? Может быть, не отложку вызвать? Это ни к чему, сказала Ангелина Петровна, заваривая какао. Он ничего дурного не сделал. Я в таких вещах кое-что понимаю. У меня дядя был шизофреником. И я к шизофреникам отношусь терпимо. Раз ему хочется ползать, пусть себе ползает, если это никому не вредит. Но существует некоторая вероятность эксцессов. Поэтому я и держу теперь под подушкой молоток. На всякий случай. Что я тебе советую? — Понятно, — кивнула Вероника. На следующий день она приобрела молоток и с опаской стала поглядывать на дверь Арсения Архиповича. Но сосед по-прежнему вел себя тихо. Может быть, он и ползал по полу, как утверждала Ангелина Петровна, да только Вероника ничего подобного не видела до поры до времени. Однажды она встретилась с новым соседом в коридоре, когда тот выходил из ванной комнаты. Арсений Архипович держал целлофановый пакет с какой-то дрянью. «Что это у вас?» — спросила Вероника. «Да вот, сток прочистил», — смущенно сказал Арсений Архипович, пряча пакет за спину. «Вода плохо сливалась, надо было прочистить». «Так выкиньте эту гадость в ведро». «Конечно, выкину, а как же?» «Разумеется, выкину», закивал Арсений Архипович и поспешил скрыться в своей комнате вместе с пакетом. Вероника подумала, что сосед и в самом деле чокнутый. На следующий день она заболела. Вероника уже и не помнила, когда болела в последний раз. Самое серьезное, что до сих пор выпадало на ее долю, это легкие недомогания, которые она переносила на ногах. Но в то утро Вероника едва смогла встать с постели. Казалось, тело за ночь раскрутили по частям, а потом собрали в неверном порядке. О том, чтобы идти на работу, и думать не стоило. Вероника позвонила директору магазина, сообщила о своей болезни и поспешила забраться под одеяло. Так она пролежала до обеда, короткими промежутками, проваливаясь в сон, потом решила, что надо принять жаропонижающее. Лекарств дома Вероника не держала. Пришлось идти в аптеку. У подъезда ее поджидал рыжий кот. «Прости, киса, я ничего для тебя не взяла», извинилась Вероника. Кот разъявил пасть в беззвучном мяуканье. «Не сердись. Сегодня я приболела. Вот поправлюсь и принесу тебе большую сардельку. Хорошо?» Вероника присела на корточке и погладила кота. Тот начал тереться мордой о ее руку. «Ну все, хватит. Мне надо в аптеку», сказала Вероника, поднимаясь. Кот не возражал. Вернувшись домой, в прихожей Вероника столкнулась с Арсением Архиповичем. Тот в самом деле, как и говорила Ангелина Петровна, ползал по полу, собирая в ладонь какой-то мусор. «Вы что-то потеряли?» спросила Вероника. «Нет-нет, винтик. Просто винтик закатился», подскочил Арсений Архипович. Вероника поклясться была готова, что в руке он держал несколько волос. И, судя по длине, волосы эти когда-то упали с ее головы. «Что у вас там?» «Ничего. Винтик. Это винтик». Арсений Архипович попятился к своей комнате. «Покажите мне этот винтик». «Он неинтересный. На него не стоит смотреть». Вероника разозлилась не на шутку, что этот кретин себе позволяет. Кто ему разрешил баловаться с ее волосами? «Покажите, что у вас в руке», потребовала Вероника и шагнула к Арсению Архиповичу. Но тут на нее вдруг накатила слабость. Голова закружилась, Вероника чуть было не упала в обморок и едва успела опереться рукой о стену. Арсений Архипович не стал ждать, пока она придет в себя и поспешил скрыться. Скоро головокружение прошло. «И чего я так завелась?» подумала Вероника. «Если охота этому блаженному мусор собирать, так пускай. Мне какое дело?» Она пошла на кухню за водой, чтобы запить таблетки. Перед сном Вероникой овладела беспокойство. Она никак не могла перестать думать о кривозубом дурачке, который собирал ее выпавшие волосы. А вдруг он навел на нее порчу? Глупость какая! И откуда только такие мысли берутся? Хотя это неожиданная болезнь. Бабушка говорила, что порчу можно распознать при помощи соли. «Нужно насыпать соль в мешочек, положить в изголовье, и если к утру она потемнеет, значит, тебя сглазили». Вероника не нашла мешочек и решила воспользоваться носком. Утром она долго рассматривала содержимое носка, но так и не поняла, потемнела соль или с самого начала была такой. Чувствовала себя Вероника все так же скверно. Собравшись с силами, к вечеру она потащилась в церковь. Там ей сделалось дурно, начала подташнивать. Она купила дюжину свечей и поспешила домой. Вероника жгла свечи одну за другой, однако осталось неясным, ровно горело пламя или дрожало, указывая на порчу. Но то, что ее мутило в церкви, уже нехороший знак. Вероника выпила жаропонижающего и улеглась в кровать. На следующий день она почувствовала себя немного лучше. Сразу стало ясно, что делать. Если на нее навели порчу, то где-то должен быть подклад, иголка, тряпочка или что-то в этом роде. Вероника перерыла всю комнату, но ничего подозрительного не нашла. Впрочем, чокнутый сосед может хранить колдовскую дрянь где угодно. Вероника решила, что есть только один способ разобраться с этой чертовщиной. Она направилась к комнате Арсения Архиповича, на полпути вернулась и на всякий случай прихватила молоток. «Кто там?» тихонько спросил Арсений Архипович. «Открывайте дверь и отвечайте немедленно, для чего вы собирали мои волосы?» потребовала Вероника. Ответом было молчание. «Открывайте, чего затаились? Мы живем в одной квартире, так что вам от меня не спрятаться». Арсений Архипович не издавал ни звука. Вероника не знала, что делать дальше. «Слышишь ты, урод!» прошипела она, прислонившись к двери. «Если еще раз выкинешь что-то подобное, я найду на тебя управу. Поверь, найду. В психушку тебя сдам. Понял?» За дверью было все так же тихо. Не прошло и тридцати секунд, как Веронике стало стыдно за свое поведение. С чего вдруг она набросилась на этого бедолагу, который, может быть, и не делал ничего плохого? Всему виной болезнь. Конечно, это от болезни в голове мутиться. Надо выспаться как следует, и все пройдет. Она собралась уже было отправиться во свояси, но тут из туалета появился застегивающий штаны Альфонса. «О, рыжеволосая фурия! Ты чего тут с молотком? Ремонт затеяла?» «Ничего», буркнула Вероника и пошла к своей комнате. «Постой-ка», сказал Альфонсо, «Хочешь, я тебе один секрет про нашего нового жильца открою? про этого Арсентикума Агосферовича или как там его?» Вероника остановилась. Альфонсо наклонился к самому ее уху и прошептал, «Арсентикум Агосферович, дебил и пидорас, и денег в долг не дает». После этой фразы он заржал, как отставной боцман и схватил Веронику за талию. «Ах, как пахнет шелк твоих волос багряных! Дай же мне зарыться в нем и задохнуться!» «Пошел вон алкаш!» Вероника рванулась и так вышло, что стукнула при этом Альфонсо молотком по колену. Герой-любовник завыл и повалился на пол, схватившись за ушибленное место. «А в следующий раз ударю по голове!» сказала Вероника и направилась к своей комнате. На шум в коридор вышла Ангелина Петровна. Поглядев на Альфонса, она заявила «Хватит вам уже пить, голубчик, честное слово, хватит». Примерно через час после того, как в коридоре утихли стоны, в дверь к Веронике тихонько постучались. Она подумала, что это Альфонса и решила не открывать. Стук повторился. Потом послышалось смущенное бормотание. «Это я, Арсений Архипович. Мне нужно с вами поговорить». Вот уж один другого не лучше. Однако все еще испытывая стыд за те гадости, что наговорила сумасшедшему соседу, Вероника пошла к двери. «Вы простите меня», сказала она усталым голосом. «Последнее время я плохо себя чувствую. От болезни какая-то чушь лезет в голову. Я совсем не хотела вас обидеть». «Это вы меня простите». Нужно было сразу сказать, но я как-то постеснялся. «Вот, возьмите». Арсений Архипович протянул небольшую картинку в рамке. Вероника машинально взяла ее и с недоумением уставилась на изображение цветущего репейника. Сначала показалось, что это фотография, но приглядевшись, Вероника различила мелкие стишки. «Вышивка волосом», пояснил Арсений Архипович. «Старинное китайское рукоделие». Теперь Веронике все стало ясно. От сердца отлегло. «Ах, вот оно что!» воскликнула она. «Значит, вы собирали...» «Да», кивнул Арсений Архипович. «У вас превосходные волосы, такие редко найдешь». «Я подумал, раз они все равно не нужны». «Конечно», согласилась Вероника, «но почему вы сразу не спросили? Разве мне жалко выпавших волос?» «Ну, знаете, просить у человека его волосы это как-то...» «Ерунда. Если они нужны для такой красоты, то я сама буду их для вас собирать». «Спасибо, вы меня очень обяжете», закивал Арсений Архипович, обнажая в улыбке кривые зубы. «А я тут приболела, и мне в голову полезла всякая ерунда». «Ну, про порчу и все такое, поэтому я и накричала на вас, знаете, так бывает». «Знаю, но вы не расстраивайтесь, на вас нет порчи, болезнь скоро пройдет». Серьезный тон Арсения Архиповича несколько смутил Веронику. «Очень хорошо, что это недоразумение прояснилось», сказала она. «Сейчас я собиралась спать, возьмите вашу картину». «Нет-нет, это вам, это подарок», пробормотал Арсений Архипович и поспешил удалиться. Чем дольше Вероника рассматривала вышивку, тем больше ее восхищала эта работа. Стижки были мелкими и так плотно прилегали друг к другу, что казалось, будто их нет вовсе. Арепейник сам по себе вырос и расцвел на полотне. Взгляду Вероники открывалось все больше мелких деталей, которые делали картинку живой. Тонкие прожилки, капелька росы, едва уловимые тени и крошечный паучок, спрятавшийся под листом. И все это сделано из ее волос. неужели их столько сыплется? Вероника села перед трильяжем, взялась за гребень. Вот уже три дня она не расчесывала волосы. Пряди перепутались и зубья продирались трудом. Застрявшие в гребне волосы Вероника аккуратно складывала на трильяж. Вскоре там собрался приличный пучок. Покончив с расчесыванием, Вероника осмотрела постель, собрала с нее все волосы, выпавшие за ночь, потом аккуратно завернула добычу в бумажку и понесла Арсению Архиповичу. «Это для вашего рукоделия», с улыбкой сообщила Вероника. Арсений Архипович развернул кулек, увидал волосы и затрясся радостной дрожью. «Ох, тут так много!» воскликнул он. «Ваши волосы лучшие из тех, что я видел. Такие крепкие, фактурные. Даже не знаю, как вас благодарить». «Бросьте, разве это стоит благодарности? Если надо, то я завтра еще принесу. Они правда перепутались?» «Ничего, я распутаю», уверил Арсений Архипович. Вероника вернулась в свою комнату и решила, что правильно передумала стричься под каре. Она никак не могла перестать улыбаться, пожалуй, никогда еще ею так не восторгались. Пусть не всей целиком, а только волосами, она заметила на полу пару волосков, подобрала и положила на трильяж. «Завтра отдаст Арсению Архиповичу». На другой день Вероника проснулась совершенно здоровой. Она с удовольствием приняла ванну, расчесалась, не забыв сложить выпавшие волосы к тем, что подобрала вчера и отправилась на работу. Перед подъездом ее, как всегда, ждал рыжий кот, и на этот раз Вероника не забыла об обещанной сардельки. Она прошла до остановки привычной дорогой, как всегда, уселась на передние сиденья маршрутки и все передавали через нее деньги за проезд. Так или почти так начиналось каждое утро. Но в этот раз Веронику не оставляло ощущение, будто что-то идет не по правилам. И она никак не могла понять, хорошо это или плохо. Только добравшись до торгового центра, Вероника разобралась, в чем тут дело. Все встречные мужчины от мала до велика смотрели на нее. Некоторые пялились в открытую, другие бросали быстрые взгляды и спешили отвести глаза, но так или иначе все проявляли к ней интерес. Нельзя сказать, что раньше Вероника была совсем уж обделена мужским вниманием. Конечно, и на ее долю находились ухажеры, но такого эффекта она никогда не производила. Теперь ни одна особь мужского пола не могла пройти мимо Вероники спокойно. Охранник на входе посмотрел на нее лукаво. Лопоухий очкарик покраснел и поспешил отвернуться. Даже древний дед приосанился и выпятил грудь колесом. Мальчишка лет пяти вдруг подбежал к Веронике, схватил ее за руку, да так и стоял, а когда мать его забрала, принялся реветь. Вероника шла по торговому центру и десятки взглядов скрещивались на ней, упирались в нее, давили. Сначала она подумала, что с одеждой непорядок и поспешила в уборную, где внимательно оглядела себя в зеркало, но не заметила никакого изъяна. Тогда Вероника приписала все странности разыгравшемуся воображению. По чести сказать, давненько судьба не баловала ее мужскими ласками. Не мудрено, что всякая чушь в голову лезет. Вероника подумала, а не позвонит ли Виталику, который вроде как числился у нее в любовниках и не показывался на горизонте вот уже месяца три. Что ж, может быть, может быть. Директор встретил Веронику широкой улыбкой и долго рассыпался в любезностях. Он говорил, что без нее работа не клеилась. Вот и продажи упали, и план не выполняется, справлялся о самочувствии и при этом старался под тем или иным предлогом прикоснуться к ней. Неужели и этот туда же? Остальные продавщицы наблюдали за их разговором угрюма. Директору вскоре надо было куда-то там выезжать и потому он отстал таки от Вероники. День пошел своим чередом. Среди покупателей в основном были женщины, поэтому Веронику не отвлекало чрезмерное мужское внимание. Однако появился другой повод для беспокойства. Всегда такие милые коллеги теперь отчего-то смотрели на нее из-под лобья. После обеда Виталик вдруг сам позвонил и страстно попросил о встрече. Что это с ним такое случилось? Вообще-то на работе запрещалось пользоваться телефоном, но Вероника в отместку со служивцем разговаривала с Виталиком не таясь и достаточно громко, чтобы все слышали. То и дело она изображала смех и договорилась о свидании на завтра, как раз перед выходными. Худо-бедно рабочий день подошел к концу. И Вероника отправилась домой, ежась под острыми мужскими взглядами. Дома ее ждало форменное безобразие в лице Альфонса. Тот принарядился в потрепанный костюм, запасся бутылкой шампанского, пучком странных фиолетовых цветов и караулил у порога. Что же за день такой выдался? Тебе чего? Грубо спросила Вероника. Я хотел предложить рандеву, откашлившись, сообщил Альфонсо. А чего по-французски? Ты же испанец. По-испански ты не поймешь, сказал Альфонсо и протянул цветы. Это тебе. Спасибо не надо, сухо ответила Вероника и направилась к своей комнате. Ты постой, преградил ей дорогу Альфонсо. Я тебя уже простил за то, что ты меня молотком тюкнула. Я зла не держу и в полицию даже писать не стал. Вероника грубо оттолкнула его и скрылась за дверью. Я понял, что люблю тебя, говорил Альфонсо в замочную скважину. Я для тебя забуду все старые привязанности. Если надо, я и пить брошу. Буду работать как проклятый и обеспечивать семью. Вероника посчитала, что на этот бред лучше не отвечать. Ну что опять за энтропия в нашем коридоре? Послышался голос Ангелины Петровны. Альфонсо, зачем вы здесь развалились с бутылкой? Идите немедленно в свою комнату. А вот фигушки, отвечал Альфонсо. Хочу сидеть на полу, так и буду сидеть. Это общий коридор, и я на него тоже имею право. Вероятно, Ангелина Петровна не нашла, что возразить, и больше ее голоса Вероника не слышала. Однако она слышала кастильские песни, которые вдруг начал распевать Альфонсо. Надо сказать, что пел он уверенно и почти красиво. Вероника не знала испанского, но догадывалась, что песни эти о любви. Через какое-то время под ее дверь начал пропихиваться странный фиолетовый пучок. Цветы застревали, но что-то настырно толкало их снаружи, сплющивало. Когда букет был полностью просунут, Вероника с досадой поглядела на разлохмаченные соцветия. Вот теперь и это убирать придется. Коридоре стало тихо. Вероника осторожно подошла к двери, заглянула в просвет под полотном и увидела там темную полоску зада непрошенного воздыхателя. Видимо, Альфонса всерьез намеревался провести ночь у порога любимой. Наверное, это белая горячка. Вероника поняла, что оказалась в осаде и не сможет отдать Арсению Архиповичу те волосы, что вычесала утром. Такая мысль ее расстроила. Возможно, из-за этого в работе Арсения Архиповича случится проволочка. Почему-то в Веронике родилась ярость. Она отперла дверь и начала толкать ее, что есть силы. «Пошел вон!» кричала Вероника, ударяя дверным полотном разлегшегося на полу Альфонса. «Иди прочь, проклятый! Видеть тебя не хочу! Прочь иди!» Когда дверной проем достаточно открылся, она схватила валявшиеся на полу расплющенные цветы и принялась хлестать ими бедного Альфонса. Тот некоторое время ошарашенно смотрел на предмет своего обожания, а потом поспешил ретироваться, унося на лацканах потрепанного пиджака фиолетовые лепестки. Когда путь освободился, Вероника понесла волосы Арсению Архиповичу. Следующим вечером Вероника отправилась на свидание к Виталику. Тот был необычайно обходителен, повел ее ужинать в приятную кафешку и даже заказывал коктейли. Вероника захмелела от двух маргарит, но принялась и за третью, клубничную. Потом она пошла в уборную и там ни с того ни с сего расплела свою косу. Вернувшись в зал с распущенными волосами, Вероника вдруг поняла, что плевать хотела на все эти напряженные мужские взгляды. Пусть себе таращатся, пока глаза не повываливаются. «Поедем к тебе», приказала она Виталику. Тот облизнулся, оставил на чай больше, чем положено и вызвал такси. Никогда еще Вероники не было так хорошо ни с Виталиком, ни с кем другим. Казалось, будто жизнь вливается в нее без всякой меры. Она стонала и визжала, и ругалась как грузчик, и требовала все большего. Проснулась Вероника чуть свет и поняла, что чувствует себя превосходно. Пока Виталик ворочался и бормотал во сне, она по-хозяйски набрала ванну, полежала там в свое удовольствие, а потом найденным на полке гребешком привела прическу в порядок. Выпавшие волосы Вероника аккуратно собрала и сложила в карман. Закончив с туалетом, она решила, что больше здесь делать нечего, по крайней мере, сегодня. Виталик проснулся как раз, когда Вероника собиралась уходить. Он выглядел измученным, но уговаривал ее побыть еще немного. Веронике это было неинтересно. Она послала Виталику воздушный поцелуй и отбыла во свояси. Осень на улице показалась ей весной. Так живо летали птицы, так весело гудели машины. Вероника шла с распущенными волосами и развивающиеся пряди несли ее словно крылья. А мужские взгляды лишь поддавали ветра этим парусам. Вероника думала, почему они просто смотрят. Почему не подойдут, не познакомятся? Но видимо в этой части города в такое время мужик попадался все больше робкий. Ну и черт с ними. В коридоре Веронику встретила Ангелина Петровна с каким-то странным аппаратом в руках. «У тебя все хорошо?» осведомилась физичка, поглядывая на свой прибор. «Лучше не придумаешь». «А мне кажется, всюду какая-то дрянь, скачки и замыкания», покачала головой Ангелина Петровна. «Коммутационный аппарат в положении выключено, а лампочки все равно светятся. Бесовщина». С этими словами она отправилась на кухню. Вероника же с пучком волос в руке поспешила к комнате Арсения Архиповича. Альфонсо пробовал еще пару раз подкатить к Веронике с букетами, но попытки эти уже не были столь энергичны. А потом он занедужил, слег и его отвезли в клинику. Эту новость Вероника восприняла с облегчением, ведь подкарауливать ее в коридоре стало некому. У нее и без Альфонсо впечатлений в жизни хватало. Теперь всякий бы сказал, что Вероника изменилась, а вот к добру или к худу это уже дело вкуса. Она перестала заплетать косу и ходила с распущенными волосами. Серьезное выражение редко задерживалось на ее лице. Как правило, там сияла нахальная улыбка. Как-то утром у подъезда рыжий кот побежал было к ней, но тут же развернулся и скрылся в кустах. Видать, не узнал. Что ж, она сама съела припасенную для него котлету. Накал мужского внимания вокруг Вероники не спадал, и единственным, на кого не действовал ее магнетизм, был Арсений Архипович. Поэтому, наверное, у Вероники вошло в привычку вечерами пить с ним чай на общей кухне. Вернее, чай пила только она, а Арсений Архипович сидел рядом, слушал ее болтовню и моргал глазками за толстыми стеклами очков. «Если в это время на кухню заходила Ангелина Петровна, то только фыркала, кривилась и спешила удалиться». Арсений Архипович ей почему-то не нравился. Директор магазина словно из ума выжил. Он оставил попытки добиться своего намеками и теперь прямо говорил Веронике, что от нее хочет. А хотел он понятно чего. Директор сулил поблажки в графике, квартальные бонусы и золотые горы. Веронику это мало интересовало. Поначалу она сводила разговоры к шуткам, но потом подумала, а почему бы и нет. Однако варианты с подсобкой и диванчиком в рабочем кабинете Вероника отвергла наотрез. Пришлось директору снимать номер в гостинице. После того раза Вероника поняла, что ужас, как хорошо ей может быть не только с Виталиком. Казалось, ее ощущения от партнера вообще не зависели. Все было в ней самой. Скоро в городе откроют еще две точки нашей сети. Мне обещали, что я стану региональным менеджером. «Хочешь похлопочу, чтобы тебя на мое место директором магазина назначили?» бормотал изможденный любовник. «Это лишнее», усмехнулась Вероника. «Мне мало надо. Корми меня и не труди чрезмерно». Через две недели, когда зарядили дожди, из клиники привезли Альфонса. Он был плох, бледен и ходить не мог. Врачи признались, что в этой болезни ничего не понимают. Так что, если у пациента есть родственники, пусть сами за ним ухаживают. Да и насчет похорон можно уже справки наводить, где подешевле. О родственниках Альфонса ничего известно не было, потому его просто дотащили до койки и оставили в надежде на лучшее. Беспокойство у Вероники прибавилось. Комната Альфонса находилась прямо за стенкой и было прекрасно слышно, как больной стонет, выкрикивает что-то. Однако Вероника старалась не обращать на это внимание, что, в общем-то, почти получалось, пока Альфонса не начал вдруг орать в полный голос среди ночи. Все, даже Арсений Архипович сбежались на крики. При этом Ангелина Петровна почему-то держала в руках зажженную керосиновую лампу. В пыльной кособокой комнате пахло потом и мочой. Больной бредил, метался на короткой кровати. Вероника не знала, зачем сюда пришла и чем может помочь. Похоже, и остальные не знали. Электричество почему-то никто не включал. И единственным источником света оставалась керосиновая лампа в руках Ангелины Петровны. «Давайте врача вызовем», робко предложила Вероника. «Вызывали уже». «Толку-то?» ответила Ангелина Петровна. Альфонсо опять начал кричать. «Экзорцизамус те», вопил он. «Омнис иммундус спиритус омнис сатаника потестас омнис инкурсио инферналис адверсари». «Это по-испански?» спросил Арсений Архипович. Но Ангелина Петровна вдруг издала такое грозное рычание, что он тут же умолк. Скромных познаний в латыни хватило Вероники, чтобы понять, что Альфонсо пытается изгнать дьявола. «Омнис легио омнис конгрегацио эт секта диаболика» продолжал вопить больной. «Ин номине эт вертуте домини Ностри и Ессу Кристи». Тут голос его прервался. Альфонсо дернулся несколько раз и замер. Выждав минуту, Ангелина Петровна подошла к изголовью больного и трижды провела лампой перед его лицом. Альфонсо был сер и не шевелился. «Приставился», сообщила физичка, и все разошлись по своим комнатам. В эту ночь, как ни странно, Вероника спала спокойно. Поминок по Альфонсо не было, а все расходы на похороны взяла на себя Ангелина Петровна. На работе продавщицы дружно объявили Веронике бойкот, а директор не унимался с ухаживаниями. Всего через неделю он подраскис, разнюнился и завел разговоры о вечной любви и предназначении свыше. Вот этого уж Веронике никак не хотелось, учитывая наличие у директора жены и троих детей. Скорее из жалости она пару раз посетила с ним гостиничные номера, но удовлетворения от этого не испытала. Каким-то блеклым стал директор вялым. При очередном подкате Вероника отшила директора и тот в отместку при полной поддержке коллектива принялся писать служебные записки, чтобы лишить ее премии, а в перерывах говорить, что готов все понять и простить. Глядя на его осунувшееся, посеревшее лицо, Веронике почему-то хотелось смеяться. Виталик снова исчез и по выходным Вероника была предоставлена самой себе, что ее устраивало. Поскорее покончив с домашними делами, она отправлялась на улицу и слонялась по городу безо всякой цели до самого вечера. Вернее, кое-какая цель у нее все же была. Она собирала мужские взгляды, смущенные, вожделеющие, наглые, робкие, потаенные, призывающие, яростные, плохо скрываемые и не скрываемые никак. Всякий взгляд и пол взгляда и четверть взгляда шли в ее копилку и добавляли легкости. Вероника думала, что может запросто подойти к любому из этих мужиков, будь он хоть космонавт, хоть чемпион мира по шахматам, хоть голубой, и увезти, заманить куда угодно. И, наверное, тут она была права. Но ей не хотелось никого уводить и заманивать. Ей достаточно было взглядов, чтобы чувствовать себя прелестно. Веронике хотелось бы всю жизнь только и делать, что вот так гулять по городу. Но в ее распоряжении имелись лишь выходные. К вечеру Вероника шла домой, расчесывалась и спешила отдать собранные из гребня волосы Арсению Архиповичу. А потом они вместе на кухне пили чай и болтали о всяких пустяках. Вернее, болтала только Вероника, а Арсений Архипович лишь кивал и потирал себе бока. Многие считали Веронику молчуньей, но в последнее время в присутствии Арсения Архиповича ей хотелось говорить и говорить не умолкая. Временами от скачков напряжения мигала лампочка, из комнаты Ангелины Петровны раздавался странный треск и пахло паленой пластмассой. Вероника рассказывала Арсению Архиповичу все, что на ум придет, а как-то раз завела речь и о постылой работе. «Раз там так плохо, для чего вы туда ходите?» осведомился Арсений Архипович. «Надо на что-то жить», беспомощно улыбнулась Вероника. Арсений Архипович поднялся и косолапо в раскачку заковылял к своей комнате. Вернулся он с пачкой купюр. «Вот, возьмите и можете не ходить на работу». Вероника опешила, запротестовала. «Я не просто так. Тут все честно», уверил ее Арсений Архипович. «Вышивка волосами древнее искусство. Много богатых людей готовы хорошо платить за мои работы, а ведь я делаю их из ваших волос. Такие волосы очень трудно найти, так что это ваша законная доля. Берите и не сомневайтесь». Вероника приняла деньги. «Скоро я закончу следующую вышивку и вы получите свою часть платы за нее», продолжал Арсений Архипович. «На картину уже есть покупатель. Они в очереди ждут на полгода вперед. Так что дело надежное, можете не сомневаться. Я лишь попрошу вас не стричь волосы и по мере выпадения отдавать их мне. это и будет ваша работа. Согласны? Вероника кивнула и почему-то пошла к себе в комнату, не попрощавшись. Там она пересчитала деньги. В пачке оказались три ее месячные зарплаты. Вероника сказала в никуда. «Я согласна». А потом села к трильяжу и взялась за гребень. На следующий день она не вышла на работу. Даже за трудовой книжкой не пожелала зайти. Не прошло и недели, как Арсений Архипович снова принес ей деньги. На этот раз чуть ли не вдвое больше. Вероника пыталась отказаться от вознаграждения, но сосед настоял на своем. Он сказал, что всякий талант должен достойно оплачиваться. А волосы это безусловно талант, который ничуть не хуже всех прочих. Вероника сдалась. Она решила, что раз уж ее новые обязанности оплачиваются так щедро, то и относиться к ним надо со всей ответственностью. Теперь Вероника бралась за гребень по десять раз на дню. Складывала выпавшие волосы ровно, старалась их не путать. Иногда она чувствовала себя овцой, которую держит ради шерсти. Впрочем, овцой счастливой и беззаботной. Как-то раз Вероника уговорила Арсения Архиповича показать неоконченную картину, предназначенную для продажи. Тот вынес из комна полотно на котором с фотографической точностью был изображен морщинистый старик. У портрета не хватало только глаз. Вероника поверить не могла, что такое можно вышить. Да, за это искусство конечно будут хорошо платить. Вероника усомнилась, разве с нее падает столько волос, чтобы их хватило на целую картину? Да и нитки для портрета нужны разных цветов, не только рыжие. Арсений Архипович пояснил, что волосы он конечно красит, и это не запрещено древними традициями. А локоны Вероники столь высокого качества, что используются только для самых важных деталей. Сейчас их, например, немного не хватает на глаза. Для не столь ответственных участков годятся волосы похуже, которые Арсений Архипович без труда добывает в окрестных парикмахерских. Вероника была удовлетворена. Теперь она без лишних сомнений брала деньги у Арсения Архиповича, так началась ее легкая жизнь. Приближалась зима, темнела, но дни Вероники проходили светло. Она только и делала, что расчесывала волосы, догуляла по городу, сбивая с толку встречных мужчин. Вероника могла ни в чем себе не отказывать, могла открыть счет в банке и копить на квартиру. Но теперь ее это почему-то не интересовало. Ей и без того было хорошо. Вот только рыжий кот куда-то пропал. Ничто не тревожило Веронику вплоть до декабря. В тот вечер выпал первый снег. Вероника, как обычно, сидела перед трильяжем, расчесывала волосы и готовилась ко сну. Вдруг из коридора послышался шум, потом кто-то завопил истошно. Вероника оставила гребень и поспешила к двери. Сначала со страху она хотела запереться, но потом решила все же посмотреть, что там стряслось. На полу возле комнаты Арсения Архиповича корчилась Ангелина Петровна и орала диким голосом. Рядом с ней валялся нелепый прибор, похожий на оружие охотников за привидениями из старого фильма. Прибор издавал треск, а Ангелина Петровна вопила. «Он укусил меня, укусил, бери скорее топор и руби мне руку, пока я не разошелся». «Кто укусил? Что случилось?» спрашивала растерявшаяся Вероника. «Он!» физичка с удорожным кивком указала на дверь Арсения Архиповича. «Ужалил!» «Скорее руби!» Ангелина Петровна выставила запястье, которое и правда посинело, распухло, однако следов от зубов на нем не было. «Наверное, вывих», решила Вероника. Опухоль быстро расползалась. Вероника не знала, что делать. Она решила просить помощи и постучала в дверь Арсения Архиповича. Ей не ответили. «Отойди оттуда!» «Отойди!» закричала Ангелина Петровна. Вероника подумала, что сосед спит или ушел куда-то. Она поспешила к себе в комнату за телефоном и позвонила в скорую. Когда Вероника вернулась, рука у Ангелины Петровны была синий до локтя, и опухоль поднималась выше. Физичка от боли била ногами об пол и скрежетала зубами. Под ней растеклась лужа и запах пошел странный, будто бы из холодильника пролился фреон. «Я вызвала скорую, потерпите немного», сказала Вероника, «я принесу вам воды». «В черту!» «В черту!» провизжала физичка. «Я не жилец, оставь меня и беги, сейчас же беги». «Ах да, конечно», спохватилась Вероника. Она побежала в подъезд, спустилась вниз, открыла дверь и приперла ее валявшейся рядом половинкой кирпича, чтобы врачи сразу могли войти, не тратя время на звонки по домофону. После этого Вероника вернулась в квартиру. Ангелина Петровна уже не кричала и не билась. Она дышала тяжело с хрипом. Опухоль поднялась до рукава футболки и пошла дальше, как далеко Вероника не могла видеть. «Слышишь, трещит», просипела физичка, указывая взглядом на странный прибор. Тот действительно трещал. «Это эманация, пояснила физичка. Я собрала, замерила, оттуда течет, здесь опасно, уходи». Вероника поняла, что старуха выжила из ума. Бабушка говорила, что так всегда бывает под конец с теми, кто в Бога не верит. Вероника, руководствуясь чувством долга, осталась рядом с больной до самого приезда врачей и наблюдала, как та постепенно синеет и раздувается. При этом Вероника испытывала к Ангелине Петровне брезгливость. Врачи констатировали смерть физички, следователь написал какую-то бумагу, а мужики в спецовках забрали тело. Вероника осталась в коридоре одна и некоторое время пребывала в оцепенении. Странный прибор на полу продолжал издавать монотонный частый треск. Эманация. Вероника зачем-то подобрала аппарат с пола. Потом подумала, что в нем могут быть какие-то химикаты, которыми и отравилась Ангелина Петровна. Она поспешила бросить прибор, тщательно вымыла руки, надела резиновые перчатки и пошла вытирать лужу, набежавшую из-под старухи. Потом отнесла трескучую машинку в мусорный бак. Вернувшись, Вероника застала Арсения Архиповича в коридоре. «Где вы были?» спросила она. «Тут такое произошло. Ангелина Петровна умерла». «Я был у себя», ответил Арсений Архипович. «Что же тогда не открыли? Я стучала вам». «Испугался», смущенно признался Арсений Архипович. «Я работал в тишине, а тут вдруг Ангелина Петровна начала ко мне ломиться, шуметь. Я открыл дверь, чтобы узнать, в чем дело, а она будто с цепи сорвалась, тыкала в меня какой-то штукой. Я просто выпроводил ее и закрыл дверь. Тогда Ангелина Петровна начала громко кричать. «Я испугался? Я не люблю, когда кричат». «Она говорила, что вы ее укусили». «Это неправда. Зачем бы я стал ее кусать?» Я так и подумала. Кивнула Вероника, развернулась и пошла к себе в комнату. Она очень устала и заснула, как только добралась до кровати. Сон ее был тяжек. Вероника проснулась со скверными мыслями. «Конечно, это не вывих. От вывиха так быстро не синеют. Но и всякие там укусы тоже чушь. Разве можно так укусить? Ясно, что старуха просто рехнулась. Но от этого не умирают. Эманация. Кто бы объяснил, что это значит? Вероника поднялась, по привычке направилась к трильяжу и взялась за гребень. Она провела по спутавшимся за ночь прядям, посмотрела на расческу, нет ли там волос, которые надо собрать. И тут ей пришло в голову, что овец растят не только для шерсти, но и для мяса. Так и сяк размышляла Вероника, но ни до чего не могла додуматься. Одно было ясно. В квартире с Арсением Архиповичем она осталась одна. И неизвестно, боятся такого соседства или нет. Может быть, пойти к мусорке, да поискать вчерашний трескучий прибор? Тоже глупость. Вероника понятия не имела, для чего он нужен и как работает. Она собралась поскорее и отправилась из дому. На людях ей во всяком случае никто не причинит вреда. Можно взять паузу и обдумать все хорошенько. Однако выйдя на улицу и ощутив щекочущие мужские взгляды, Вероника и думать забыла про эманации и вывихи. Мир снова стал прост и приветлив. Она прошаталась по городу весь день, позволила себе за обедом два десерта и накупила кучу средств для ухода за волосами. Но дома сомнения вернулись. Слишком много вещей не увязывались друг с другом, чтобы можно было их просто не замечать. предположим, Арсений Архипович действительно обыкновенный кустарь-вышивальщик. В таком случае он должен где-то доставать краски, иглы, тряпки или что там еще нужно для его рукоделия. Волосы наконец должен в парикмахерских собирать. Но Вероника никогда не видела, чтобы Арсений Архипович выходил из квартиры. Он из комнаты то редко выходил, а к себе никого не пускал. Что он прячет в своем логове? Веронике вспомнились слова Ангелины Петровны. Физичка как-то говорила, что Арсений Архипович никогда не готовит еду. Это верно. Более того, Вероника ни разу не видела, чтобы он ел, пил или посещал санузел. Живые люди так себя не ведут. Веронике представились его кривые зубы. Точно ли Арсений Архипович не кусал Ангелину Петровну? Веронике стало страшно. Захотелось бежать из квартиры. Она даже начала одеваться, но только не через дверь. Вдруг в коридоре ее поджидает Арсений Архипович. Тогда через окно. Но четвертый этаж отсюда никак не спуститься. Если только веревку привязать к батарее, но у нее нет веревки. А если разорвать простыни и связать их вместе? Несмотря на захлестывающие волны страха, Вероника поняла всю глупость такого плана. Она забралась на кровать и затаилась, начала слушать. было тихо. Взгляд Вероники остановился на картинке, подаренной некогда Арсением Архиповичем. Из-под листа репейника на нее смотрел паучок. «Пауки это к деньгам», говорила бабушка. Веронике представился Арсений Архипович, его плешивая голова, чахлые ручки, очки с толстыми стеклами и смущенная улыбка. «Разве можно такого бояться?» Вероника рассмеялась над собой. «Что это вдруг на нее нашло? С чего она так испугалась?» Аж из окна хотела выпрыгнуть. Страх прошел мгновенно. Тут тренькнул дверной звонок. «Кого еще там на ночь глядя несет?» Вероника пошла открывать. Она посмотрела в глазок, на лестничной клетке стоял полицейский с кожаной папкой. «Это, наверное, по поводу Ангелины Петровны», решила Вероника, отперла дверь и сказала «Проходите, пожалуйста». Полицейский замер на пороге и глупо заулыбался. Вероника уже привыкла к такой реакции мужчин. Вдруг откуда-то из-под мышки полицейского вынурнула мелкая цыганка в полосатой куртке, пролезла в квартиру и начала тыкать Веронику пальцем. «Вот она, вот она, дорогой, через нее все идет», заверещала цыганка, обращаясь явно не к служителю закона, а к кому-то третьему. Кто-то подтолкнул полицейского в спину и тот вошел в квартиру. Следом появился директор. «Ну, здравствуй, Вероника», сказал он. Выглядел директор неважно. Казалось, он постарел лет на десять. «Вы зачем пришли?» пробормотала Вероника, не понимая, к кому обращаться из этой пестрой компании. «Товарищ Бабайцев, поясните гражданке цель нашего визита», распорядился директор. «Да, конечно», очнулся полицейский. «Тут заявление поступило. В магазине за вами недостача, а вы скрылись, надо проверить». «Какая недостача?» не поняла Вероника. «Не волнуйтесь, мы во всем разберемся». «Конечно разберемся», подтвердил директор. «Где тут можно присесть и спокойно во всем разобраться?» Вероника указала на свою комнату. Полицейский с нисходящей с лица улыбкой начал вытирать подошвы о половик, потом снял обувь и пошел за Вероникой. Директор и цыганка протопали в комнату не разуваясь. Увидав в углу пакет с тюбиками и флакончиками, которые Вероника приобрела днем, директор зацокал языком. «Вот, товарищ Бабайцев», сказал он, «Эти вещи вполне могут быть из нашего магазина. Обязательно отразите в протоколе». «Что вы несете?» возмутилась Вероника. «Я это только сегодня купила». «Не волнуйтесь, мы во всем разберемся», кивнул полицейский. «Вот здесь можно присесть?» «Мне надо документы заполнить». Не дожидаясь разрешения, он уселся за трильяж, смахнул на пол собранные для Арсения Архиповича волосы и начал доставать из папки бумаги. Цыганка в это время покрутилась немного по комнате, похлопала себя по щекам и заявила «Через нее идет». «Дорогой, но не от нее. Надо найти место, откуда идет. Это здесь, близко». Директор подошел к Веронике и приобнял ее за плечи. Руки его мелко тряслись и пахло от него едко по-стариковски. «Ты же не хочешь в тюрьму?» прошептал директор. «Тогда скажи, как на меня порчу навела. Мы ее снимем и разойдемся цивилизованно». «Какая еще тюрьма?» также шепотом спросила Вероника. «Какая порча?» Полицейский скрипел авторучкой и не обращал на них внимания. Цыганка шмыгнула в коридор. «Тюрьма обычная», ответил директор. «А какая порча? Тебе лучше знать». «Разве за порчу в тюрьму сажают?» удивилась Вероника. «За порчу не сажают». «А вот за недостачу запросто», улыбнулся директор. «У меня акт инвентаризации есть, всеми подписанный и свидетелей много, так что решай». Вероника не понимала, что она должна решать. В комнате возникла цыганка и затараторила что-то директору на ухо. «Хорошо», кивнул тот и обратился к Веронике. «Что у вас в дальней комнате возле туалета?» «Там Арсений Архипович живет, сосед». «Сосед», повторил директор. «Давай так, пока полиция протокол пишет, позови этого соседа. Если все хорошо выйдет, я заберу заявление и акт инвентаризации выброшу. Договорились?» Вероника никак не могла понять, что такое творится. Акты, заявления, сосед с порчей. Что этим сумасшедшим от нее надо? Однако она была готова позвать Арсения Архиповича, если после этого ее оставят в покое. Полицейский продолжал заполнять бланк, а Вероника вслед за директором и цыганкой вышла в коридор. Она встала у двери Арсения Архиповича, директор и цыганка расположились за ее спиной. «Зови!» чуть слышно прошептал директор. Вероника постучала. «Арсений Архипович, это я!» Послышалось шебуршание, шаги, дверь приоткрылась и Арсений Архипович выскользнул в коридор. «Ткач!» заорала вдруг цыганка и набросила ему на голову неизвестно откуда появившийся мешок, затянула на шее тесьму. Арсений Архипович затрепыхался, неуклюже замахал руками, но цыганка крепко прихватила мешок у его затылка и он никак не мог освободиться. «Эй, ментяра!» закричала она. «Ну-ка сюда иди!» Странно, но полицейский откликнулся на столь нелюбезный зов и поспешил в коридор. «Здесь держи, у загривка!» показала ему цыганка. «Да смотри, чтоб не вывернулся!» Потом она обратилась к директору. «Большой ткач! Для него игла большая нужна! Принеси мой рюкзак из машины, а я пока логово посмотрю!» Директор отправился исполнять поручение. Полицейский послушно ухватил тесьму, стягивающую мешок на голове Арсения Архиповича. Цыганка, убедившись, что пленника держат крепко, открыла дверь и шмыгнула в его комнату. «Что вы делаете? На каком основании?» неуверенно спросила Вероника. «Не волнуйтесь, мы во всем разберемся», сказал полицейский. Арсений Архипович трепыхался, но понятно было, что ему никак не освободиться. «Его же задушат», испугалась Вероника. Она не могла понять, что делать. «Вроде бы нужно прекратить это безобразие, вступиться за Арсения Архиповича. Но раз тут полиция, значит, наверное, есть какие-то причины применять к нему силу. Может быть, сосед натворил что-то. Вероника решила, что лучше всего будет вернуться в комнату и ни во что не вмешиваться. Так она и поступила. Лишь закрыв за собой дверь, Вероника подумала, что какие бы основания там ни имелись, а законам не дозволено надевать человеку на голову мешок. Кроме того, эта странная компания и ее саму несколько минут назад пыталась обвинить в какой-то вымышленной растрате. Может быть, и с Арсением Архиповичем они поступают несправедливо. Вероника подошла к трильяжу и взглянула на оставленные полицейским бумаги. На линованом листе ровным детским почерком с десяток раз было выведено «Мама мыла раму». И больше ничего. Вот и весь протокол. Веронике все стало ясно. Конечно, это не настоящий полицейский. Настоящие полицейские не слушаются цыганок и не надевают людям мешки на голову. Разумеется, это переодетый бандит. Они решили ограбить Арсения Архиповича и директор с ними заодно. Надо что-то делать. Но что? Позвонить в полицию? Пока та приедет, будет уже поздно. Вероника вспомнила пролежавший под кроватью молоток. Достала его. Хлопнула входная дверь. Наверное, это вернулся директор. В коридоре заговорили. Вероника прижалась ухом к замочной скважине. «Вот это подойдет», сказала цыганка. «Вот сюда втыкай, куда я пальцем показываю». «Ты с ума сошла?» воскликнул директор. «Я ж его убью. Мы так не договаривались». «Э, дорогой, ты порчу снять хочешь? Силу свою вернуть хочешь? По-другому не получится. Да и не человек это, это ткач. Ты нору его видел? Пойди сюда, я покажу». Ненадолго голоса умолкли. Потом заговорил директор. «Куда бить? Покажи еще раз». Вероника понимала, нужно сделать что-то прямо сейчас, иначе будет поздно. Она осторожно приоткрыла дверь и шагнула в коридор. Возле санузла на четвереньках стоял несчастный Арсений Архипович. Полицейский пригибал его голову к полу, а директор заносил для удара блестящий штырь в метр длиной. «Вот сюда, указывала пальцем цыганка на хребет Арсения Архиповича». Вероника сама не поняла, как это случилось. Она вдруг яростно завизжала, бросилась к директору и саданула его молотком по темени. Хрустнула кость. Директор выронил штырь и повалился ничком. Вероника замахнулась на полицейского. Тот поднял руку, чтобы защититься. Арсений Архипович почувствовал, что тесьма ослабла, рванулся и выскользнул из мешка. Не теряя времени, он метнулся к цыганке и вцепился зубами ей в ногу. Или не зубами, а чем-то еще Вероника не успела разглядеть. Цыганка с глухим хрипом сползла на пол, на ее посиневших губах выступила пена. На ногах из бандитов остался только полицейский. Вероника стояла перед ним с окровавленным молотком в руке и понимала, что не сможет второй раз ударить человека. Силы покинули ее, полицейский улыбался как дурачок и повторял, «Вы, главное, не волнуйтесь, мы во всем разберемся». Вероника почувствовала, как что-то коснулось ее руки. Это Арсений Архипович забрал молоток. Он подошел к полицейскому и выдернул у того из-за уха небольшую иголку. Полицейский охнул, перестал улыбаться и его стошнило. «О, да ты, товарищ, набрался», ласково сказал Арсений Архипович. «А еще в форме. Ну-ка, марш домой, пока кто-нибудь начальству не пожаловался». «Прошу прощения», пролепетал полицейский, утираясь. «Я уже иду. Вы не знаете, где я оставил документы?» Вероника сходила в комнату и принесла полицейскому папку. «Спасибо, огромное спасибо», сказал тот, с трудом надел ботинки и нетвердой походкой направился к выходу. Вероника заперла за полицейским дверь на два оборота и почувствовала, что не может дышать от стоявшего в коридоре запаха крови и рвоты. Некоторое время она не шевелилась, пытаясь убедить свои легкие принимать грязный воздух. Арсений Архипович сосредоточенно копался в рюкзаке цыганки, доставал и рассматривал разнокалиберные иглы, шильцы, штыри, бормотал что-то под нос. Потом он поднял глаза на Веронику и участливо спросил, «С тобой все в порядке?» Глупее вопроса, пожалуй, придумать было нельзя. Лицо Вероники перекосилось в кривой ухмылки. Она посмотрела на бездыханное тело директора, на распухшую посиневшую цыганку, перевела взгляд на Арсения Архиповича и произнесла, «Ты дурак? Какой может быть порядок? Я убила человека, надо полицию вызвать». «Не надо», спокойно сказал Арсений Архипович, «Я все улажу. Твоего хахаля положу в сеть. К утру он полностью рассосется. А это сосед кивнул в сторону цыганки, скоро станет жидкой. Тогда я ее в унитаз смою. Вот и все. Ничего не останется, если, конечно, ты как следует вымоешь полы». «А полицейский?» спросила Вероника, тут же был полицейский, он все расскажет. Он завтра и фамилию свою с трудом вспомнит. Швея в него глубоко иглу воткнула. Вероника помотала головой. Бред. Как полицейский может забыть свою фамилию? И что за сеть, в которой рассасываются люди? «Ты кто такой?» спросила она. «Ткач», ответил Арсений Архипович. «Понятно. Эти двое тогда кто?» «Своего хахаля ты, наверное, лучше, чем я знаешь. А вот эта дамочка швея». «Ткач, швея», повторила Вероника, «что-то вроде трикотажной фабрики». «Ну что тут непонятного?» мило улыбнулся Арсений Архипович. «Я ткач и тку сеть. Твой хахаль угодил в эту сеть. Решил, что на нем порча и обратился к швее. Она выследила меня и хотела убить, чтобы отложить мне в брюхо яйца. Но ты меня выручила, за что я тебе благодарен». Вероника решила, что Арсений Архипович ее дурачит. Она почувствовала злость и пожалела, что молоток у нее забрали. «Вот что сказочник», твердо сказала Вероника, «Ты меня за дурочку не держи. Показывай, что там прячешь в своей комнате?» «Пожалуйста», согласился Арсений Архипович и распахнул дверь. Вероника шагнула в темную комнату и ощутила сырой солоноватый запах. Слышались частые шлепки капель. Она нащупала выключатель, но освещение не работало. «Ни черта не видно», сказала Вероника, «стой здесь и не закрывай дверь, я свет принесу». Она сходила в свою комнату, отыскала пару оставшихся церковных свечей, потом отправилась на кухню, запалила их и вернулась в логово Арсения Архиповича. Если бы Веронику попросили рассказать, что она там увидела, у нее это вряд ли получилось бы внятно. Вроде бы вся дальняя часть комнаты была затянута тенетами. Перепутанные паутинки сочились бурой влагой, которая каплями стекала в расставленные на полу тазики. Вот, собственно, и все. Вероника вышла в общий коридор и задула свечи. «Это сеть из моих волос?» спросила она. Арсений Архипович утвердительно кивнул. «Зачем?» Кажется, такие расспросы ничуть не смущали Арсения Архиповича. Он отвечал прямо и просто. «Чтобы питаться, я тку сеть из волос, мужчины смотрят на тебя, а их сила уходит в сеть. Я ее питаюсь, так питаются ткачи». «И мужчины от этого умирают?» «Нет, не умирают, просто худеют немного, из них уходит лишнее». Вероника призадумалась, а потом сказала, «Но Альфонсо умер. он жил слишком близко к сети и был слишком слабый. Ангелина Петровна тоже умерла. Я не хотел ей зла. Она сама на меня напала, стала ломиться в комнату, я защищался», сказал Арсений Архипович, и в голосе его слышалось искреннее сожаление. Услышав это, Вероника могла только плечами пожать. Выходило, что Арсений Архипович ни в чем не виноват, но легче от этого не становилось. Она вздохнула разочарованно. «Я думала, ты делаешь картины, а ты делаешь какую-то гадость, да еще из моих волос. Разве нельзя было это из чего-нибудь другого делать? Разве мало волос парикмахерских? Много, согласился Арсений Архипович, но далеко не все подходят. Кроме того, годятся только те волосы, которые выпали сами, и лучше, чтобы их отдавали добровольно. А твои волосы, они бесподобны. Я других таких никогда не видел». Вероника невольно улыбнулась, услышав комплимент. «А картины я тоже делаю», продолжал Арсений Архипович, «только не из волос, для них я сам выпускаю нити». «Откуда выпускаешь?» не поняла Вероника. «Не имеет значения», смутившись, ответил Арсений Архипович и продолжил. «Ты помогаешь мне питаться, значит, я должен заботиться о тебе». «Я выпускаю нити и делаю картины, необычные картины, такие, что возвращают мужскую силу. Богатые старики дорого платят за них. Эти деньги я собираю для тебя, чтобы ты ни в чем не нуждалась». «Вот как? И много у тебя денег?» «Я точно не знаю, но вроде бы много». Вероника усмехнулась. «Хватит, чтобы поехать в Ниццу». «В Ниццу?» переспросил Арсений Архипович. «А где это?» Вероника подошла к карте мира, висевшей возле двери физички, и ткнула пальцем в лазурное побережье. «Вот здесь». Арсений Архипович внимательно пригляделся к карте, померил расстояние пальцами. «За один раз, конечно, не доберемся. Если ветра будут хорошие, следующей осенью перелетим сюда», — он указал на Сочи. «А там уже и Даницы недалеко». «Так ты останешься со мной?» «Останусь ли я с тобой?» переспросила Вероника. «Не совсем понимаю, что ты имеешь в виду». «О, ничего особенного», — замахал руками Арсений Архипович. «Просто живи в свое удовольствие. Гуляй, радуйся и отдавай мне волосы. Больше я ничего не прошу». Вероника внимательно посмотрела на этого урода. Сутулые плечи, тощие ручки-ножки, изрядная плешь, брюшко. Арсений Архипович где-то потерял очки, и без толстых линз его глазки выглядели совсем уж мелко, точно бусинки. «Мне надо подумать», сказала Вероника. Сказала, развернулась и пошла к своей комнате. На пятом шаге она остановилась. «Да», сказала Вероника, «да, я останусь с тобой. Я буду жить в свое удовольствие, гулять, радоваться и отдавать волосы. Даже если ветра будут плохие и мы не доберемся до Ниццы, все равно буду». Арсений Архипович вдруг закашлял и задрыгался в радостном танце. «Погоди, у меня для такого случая есть подарок», воскликнул он и скрылся в своей комнате. Вероника послушно стояла в ожидании дара и цвела в улыбке. «Пускай Арсений урод с кривыми зубами, пускай он вообще чудовище, но никто, черт возьми, не собирался до этого о ней заботиться». Арсений Архипович вышел в коридор с каким-то коконом в руках и протянул его Веронике. Она приняла подношение. Нить кокона была гладкой и приятной на ощупь, а с одного ее конца свисал знакомый рыжий хвост. «Вот», улыбнулся Арсений Архипович, «это мой подарок. Можешь его гладить, когда захочешь». Редактор субтитров Корректор